Всем привет! Давайте сегодня посмотрим вопрос. План мести против тебя. Я сделаю три варианта. Выбирайте свой, посмотрим. Враковое идет. Третий, что человек придумал. Три варианта. Ну, надеюсь, вы определились, да? Итак, вариант номер один. Кто этот человек? Кто там задумал месть? Что ты из себя представляешь? Какой ты человек? И у нас выходит кубковый король. Мужчина. Это может быть какой-то, знаете, такой симпатичный мужчина. У кого-то это любовник. Здесь человек, который не может пережить расставание. И очень ему трудно, когда люди расстались и была поставлена точка. Потому что здесь он в кризисе глубочайшем. Не может отойти, не может забыть, простить. Думает, что делать. Без конца думает о том, что произошло. Может быть, думает написать. Вообще сидит, весь в размышлениях. Вообще не понимает, что делать. У этого человека жуткий кризис после расставания. Хорошо. Как он к вам относится на самом деле? Не согласен, абсолютно не согласен с вашим мнением. Считает, что вы не правы. Есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. Здесь момент, когда было что-то не сказано. Или что-то он не понял. Ему надо объяснить. Здесь ощущение, что между вами есть момент недосказанности. И здесь он от вас как-то в грусти. Вы друг друга не поняли. Он считает, что вы не поняли. Почему интересная идет речь про месть? Если, допустим, что больно сделано было. Покажите мне, пожалуйста, план мести. С чего все начнется и что там будет происходить. Ну, вот эта обида, он не может с этой обидой справиться. Не может как-то себя перебороть. Здесь почему-то все время вот это больно. Оно вот сидит и никуда человек не может от него спрятаться. Чувство такое, что я докажу, я покажу. И здесь он думает, размышляет, как это сделать. То ли написать, то ли позвонить. То есть здесь момент, что хочется что-то еще сказать. Что-то вот еще высказать. Поэтому мы говорим об этом. То, что человек готовится. Не все сказано. Что будет делать? Через женщину действовать. Подключает женщину. Подружку, может быть. У кого-то, может быть, это сестра. И будет действовать через нее. То есть ее руками. План мести через женщину. Вроде поставлена точка. Все. Все выяснили, расстались. Но очень большое желание приехать, встретиться. И каким-то образом поговорить. Но я не понимаю, почему тут тогда месть. То есть через женщину встретить. Встретиться. Вы знаете, с другой стороны, этот человек, если мы говорим про любовников, то здесь большое желание на зло тебе, допустим, войти в новые отношения и создать семью. Ну, семья не семья. Ну, доказать женщине тебе, да, что он может без тебя прожить. То есть все поставлено точка. Я ухожу. И я выбираю какую-то женщину, более-менее подходящую, интересную. И начинаю с ней встречаться, создавать отношения. Вот такая месть. Это если вы расстались, как любовники. Если мы говорим про друзей, то здесь он будет действовать, знаете, как спустя какое-то время. Ему надо просто отойти, успокоиться, уехать, заняться собой. Но действовать может через какую-то близкую вам подругу. Женщину какую-то. Так, я не понимаю, по итогу-то тебе, что хочется-то получить? Что ты хочешь по итогу-то? Хочет, чтобы ваши мечты, ваши надежды не сбылись. Полный крах всех ваших планов, чаяний, надежд. И хотелось бы встретиться с вами со стороны победителя. Показать, что у меня-то все супер. А у меня жизнь удалась, у меня все хорошо. А у тебя полный крах. И еще почему-то уже второй раз, вот раскладывая, показывает, что хотелось бы, чтобы у вас в доме, в вашей семье, у вас был конфликт. Выяснение отношений, чтобы вы поссорились с каким-то мужчиной, выясняли отношения, ругались. И здесь, знаете как, здесь больше идет месть такая, показать превосходство свое, что у меня все удалось, у меня все сложилось. И хочется, чтобы у вас все было плохо. То есть на фоне вас выглядеть победителем. И хотелось бы, чтобы у вас, в вашей семье, в вашем доме были конфликты. А у него была построена жизнь. Чтобы у него была любовь. Чтобы у него все выстраивалось гладкой дорожкой. Поэтому здесь у нас идет карта, что этот человек за вами наблюдает, в кризисе сидит, плачет, башкой бьется об стену, но наблюдает. Через карты Таро также смотрит, как вы живете. И очень хочется услышать, что у вас все плохо, потому что тогда станет легче, тогда не так больно. Так, вариант у нас номер два. План мести, кто у нас там собирается мстить, кто ты. Что ты из себя представляешь, какой ты человек. Здесь какая-то незрелая личность, совершенно незрелая. Здесь либо человек молодой, либо так и не смог повзрослеть. Потому что здесь очень хороший манипулятор. Знаете, как дети, которые хорошо манипулируют родителями, чтобы что-то получить. Также такая личность здесь идет. Очень хороший манипулятор. Человек, который, знаете, избирательный. По первому требованию, пожалуйста, умеет договориться. Хорошо подвешенный язык умеет уговаривать. Часто почему-то думает о каких-то прошлых событиях. Но человек такой, знаете, хитренький, умненький, но требовательный, избирательный. Вот какая-то личность такая незрелая немножко. Может быть, даже у этого человека есть ребенок, дети. Так на самом деле к вам относятся. Что вас люди уважают. Потому что вы умеете людей собрать, как-то организовать, контролировать. Плюс у вас очень хорошая интуиция. И вместе с тем вы человек, у которого всегда найдется решение. Вы человек деловой. Может быть, семейный. Но у вас все под контролем. И вы намного взрослее, чем этот человек. Может быть, даже где-то подозревают, что вы, может быть, тоже увлекаетесь эзотерикой, какими-то практиками. Но у вас очень хорошая интуиция. План вместе. Что хочет придумать. Что думает сделать. Так, и по итогу, что хочешь получить. Здесь почему-то действовать будет через женщину. Стратегия обмана. То есть здесь нет, как сказать, чести, достоинства. Мы здесь идем через женщину. И прямо четкая стратегия, основанная на лжи. Потому что здесь хочется, чтобы вы остались в дураках и в одиночестве. Останешься в одиночестве. Но действовать будет через женщину. А потом, вроде как, может быть, показывать, что настроен очень позитивно к вам. Что я никаких к тебе претензий не имею. У нас с тобой хорошие отношения. Но чужими руками как-то сделать так, чтобы ты был в одиночестве. Или ты была в одиночестве и в дураках оказалась. Мечтает, чтобы вы были жертвой. Чтобы вы пострадали. Но действовать через женщину обман. И как бы я больше пока ничего не вижу. Тут больше знаете, как хочу. А как сделать, не знаю. Вот какая конечная цель. Что вот связано с твоим планом. Действовать будет во время какого-то праздника. Когда много народу. Причем прямо целенаправленно. Так и дальше что? Может быть, привлекая какой-то своей целью. То, что получается, все складывается. И показывает, что здесь у меня все успешно, хорошо. Потому что здесь какое-то, знаете, новость и известие, связанное у кого-то с ребенком. Показать, что все хорошо, все супер. Демонстрировать, что ты, допустим, про меня думал так, а у меня все хорошо. Здесь как будто бы желание, чтобы вы или вот с вами не встречаться вообще по итогу. Либо чтобы вы переехали или ушли. Вот если вы вместе работаете. Как-то так вас подставить, чтобы вы проиграли и ушли. То есть такая цель. И вот он об этом думает, этот человек. Просто не хочется с вами встречаться. Хочется как-то вот задеть так, чтобы вы ушли. И не видеть. Потому что не знает, что еще сделать. Видите, мозгов-то нет. Человек зеленый. Опыта нет жизненного. И интриган так себе. Видите, колесницы выпадают, чтобы вы уехали, ушли. И не видеться, не встречаться. Ну как делать, пока не знает как. Так, вариант у нас номер три. План, мести. Что там человек планирует? Сначала посмотрим, кто этот человек. Так, какой ты человек? Что ты из себя представляешь? Человек яркий, интересный. Звезда. Любит конкурировать, доказывает, что лучше всех. Сильный человек, справедливый. Тут идут очень так, четыре старших аркана. То есть человек достаточно сильный. Взрослый. Здесь человек, который ничего не упускает, за всем наблюдает. Все запоминает, чтобы в будущем это как-то использовать. Потому что есть цель, есть план. Человек к этому плану идет. И пытается всегда найти себе конкурентов. Чтобы, знаете, идти и учиться по ходу. Любит новости, что-то события каких-то, участвовать в событиях. Вообще человек фатальный. Как на самом деле вас видит. Относится. Ну, считает, что вы больше мечтатель. Вы больше говорите, но ничего не делаете. Вы как-то застыли и сидите в одном месте, что-то ждете, наблюдаете. Вообще человек, вы не глупый. Есть что предложить. Но вы такой человек свободный. Сложно вас удержать. Но вы больше такой, товарищ, мечтательный. Не делаете ничего. Просто что-то вот мечтаете, фантазируете. Дальше слов ничего нет. План мести. Что планирует против вас? Хочет, чтобы вы расстались с какой-то женщиной. Чтобы вы были в одиночестве. Чтобы было разочарование у этой женщины по отношению к вам. И вы остались одни. То, что вас развести. И хочет, чтобы вы были, как сказать, ну, болтались где-то в свободном полете. Без друзей, без семьи, без никого. И это бы хотелось. И человек за вами наблюдает. Он всегда будет за вами наблюдать. Так, что дальше? Что еще ты хочешь? Тут реально за вами человек следит, смотрит, интересно, как вы. И пока чувствует свое некоторое превосходство над вами. Почему-то здесь идет везде, что план мести разрушит ваши какие-то отношения. Либо это ваша подружка, либо это ваш любимый человек. Но такое чувство, что время покажет. То есть не сейчас, но через какое-то время вы разойдетесь. Хочет это сделать неожиданно. Например, какое-то письмо, смс отправить. Какую-то новость ей сказать, чтобы она, допустим, поверила и устроила скандал, и вы разошлись. Хочет действовать неожиданно. Но это будет какое-то сообщение, какое-то известие против вас. Очень бы хотелось, чтобы вы были в одиночестве. Так, а по итогу-то что будет делать? Интересно. Вы знаете, если у вас какие-то судебные дела, то естественно, чтобы вы проиграли. Если мы говорим про семью, чтобы ваш брак был разрушен, была поставлена точка. Где-то здесь какой-то договор прекратился. Или какой-то союз прекратился, чтобы вы были в одиночестве. И у вас никого рядом не было, чтобы вы не понимали, что происходит, и все время в одиночестве. Вот это бы успокоило. Может быть, чтобы какой-то мужчина вам не помогал деньгами, например, не оказывал вам помощь. Чтобы вы, допустим, строили планы, но не находили отклик, и никто вам не помогал. Тут прям такое желание, чтобы у вас ничего не получалось. Чтобы оказался в дураках и в жертве. И причем еще и в отшельник. Везде идет отшельник, то есть в одиночестве, плюс беспомощный. Но здесь человек не торопится. Здесь это целенаправленно идет, как бы сказать, это может ждать и год. Ничего, я подожду. То есть здесь фактор времени. Он будет ждать, выжидать, смотреть, наблюдать. Это не остыло, это не остынет. Человек заинтересован в вашем падении. Поэтому будет действовать. Будьте аккуратны, внимательны. Если что-то где-то идет, движение, просто понимайте, что человек за вами наблюдает и все равно что-то предпринимает. Потому что здесь он не торопится. Действовать будет медленно. Вот такой у нас сегодня был расклад. Да, интересный. От себя, как обычно, я вам желаю любви, мира и добра. От себя, как обычно, я вам желаю любви, мира и добра.